Динара Саджан Динара Саджан Динара Саджан Если на улицах Ченду спросить местных жителей, что можно считать брендом города, что лучше всего представляет его, то, думаю, можно получить всего один ответ. Это большая панда. Бело-черный мишка – совершенно милое создание. Он является национальным достоянием и визитной карточкой Китая. Мне нравится, как их содержит, да, то есть, во-первых, на свежем воздухе, во-вторых, созданы все условия. Столько бамбука, да, рядом вокруг, то есть они могут в любое время спуститься, поесть этот бамбук. И мне кажется, это даже не скучно, они там веселятся, берутся. Мягко приземлится. О, май гад. А-а-а! Ты что делаешь? А-а-а! Панда в этих краях считается посланником дружбы. Это милое животное, уверены китайцы, помогает к культурному обмену между КНР и всеми остальными странами мира. Все. Мягко все. Мягко. Пожеление. Супер, супер. Надо сюда детей привозить. Супер. А-а-а! Сейчас он упадет. Он сейчас упадет. А-а-а! А-а-а! Отпустите его! Нет, ужас, они же, он же сейчас упадет. Вы знаете, что панда является символом Китая? Черно-белого медведя называют национальным достоянием и сокровищем. Я сейчас нахожусь на родине панд в провинции Сычань. Именно панду китайские власти избрали в качестве живого дипломатического подарка. Британские журналисты в Financial Times написали, следуйте за большой пандой. Именно она отражает направление внешней политики Китая. А что, Ханна сюда зайдет? Они вот вчера мне позвонили, говорят, можешь тоже приехать, чтобы ее встретить? А то я не планировала позвонить. Да? Хао-а! Ханна! Хеллоу, как ты? Красотка! Не Ханна. Не Хао-а! Это же моя подруга Ханна. В прошлом году мы познакомились на выставке в Чинду благодаря Дане. И мы успели даже посотрудничать с Ханной. Она очень крутой дизайнер, очень крутой. Спасибо! Это тебе? Это тебе? Это моя фабрика и мой дизайнер. Пин – китайский дизайнер. Я ее зову, как вы уже заметили, просто Ханна. У нее тоже, как и у меня, есть свой магазин, где продается авторская стильная одежда. Она принимает заказы на разработку дизайна и на производство товаров высокого класса. Ханна любит использовать национальные узоры в своих дизайнерских работах. Друзья, между нами так много общего, и это стало ясно буквально с первой встречи. И мы стали сразу близкими подругами. Вот так интересно, здесь свастика, да, у нее? Это же паттерн, как свастика, да? Этот рисунок означает благополучие и долголетие. Надеюсь, что вы возьмете чиндунский шелк в вашу страну. Тогда будет настоящий шелковый путь. При изготовлении костюмов, дизайнером которых является моя подруга Хуан Пин, обязательно используется ткань под названием шуцзинь или сычуанская парча. Она производится в районе Чинду, провинции Сычуань. Среди всех видов китайской парчи шуцзинь имеет самую древнюю историю. Ей более двух тысяч лет. В те далекие времена специально назначались чиновники, которые звались Цингуань. Они занимались управлением мастерскими и контролировали самих мастеров, производящих уникальную по красоте парчу. Поэтому в древности город имел другое название – Цингуань. Еще немного истории. Вообще, парча шуцзинь в те далекие времена, когда китайские династии вели междуособные войны, была важным элементом внешней торговли. Ткань экспортировали в Индию, Бирму и Среднюю Азию. Ну а сам город Чинду, будучи важным производственным и торговым центром на Великом Шелковом Пути, играл огромную роль в формировании, развитии и процветании этой торговой артерии прошлого. Технология изготовления шуцзинь очень сложна. Вдумайтесь, чтобы получить 1 см ткани надлежащего качества, челнок ткацкого станка должен совершить не менее 120 стежков. Можете себе это представить, да? Что и говорить, даже самый профессиональный мастер за один день может изготовить не больше 10 см шуцзинь. Из-за сложной технологии производства и высокого художественного уровня фарча из Чинду имеет большую ценность для коллекции. Ну а в древнее время шуцзинь и вовсе считалась предметом роскоши. И только дворянство Китая могло позволить приобрести ее себе. Где можно посмотреть, какой шелк я хотела бы купить? Это качество, это очень хорошо. О, мой бог, это очень длинное и различные фотографии. Где это сделано? Где здесь сделано? В Чинду. Супер. Вот такой вот. Это получается одна фабрика. Супер. Мы будем вновь ездить в эту фабрику? Да. Окей. А наши в курсе надо сказать. Ты работаешь с известным брендом? Верберей и другие известные бренды? Нафаец. Нафаец? Нафаец есть, если я знаю, нафаец. Да, да. У нас 5 брендов. Куанфин рассказала мне, что товары, произведенные из парчи шуцзинь, помогли ей начать сотрудничать с многими известными мировыми брендами. Ее мечта распространять изделия из шуцзинь по всему миру. Конечно, вполне возможно, что казахстанцы слышали, а может даже знают немного про нее. Но я могу точно сказать, пока никто из моих соотечественников, с кем я близка, не носил одежду, пошитую из этой редкой дорогой парчи. В общем, я решила, что в этот раз сделаю моим казахстанским друзьям большой сюрприз. Привезу им что-нибудь дизайнерское, шитое из парчи шуцзинь. По ходу разговора я узнала, что завод Хана теперь не только производит одежду из шуцзинь. Тут также начали проектировать и разрабатывать новую продукцию, в том числе кошельки, ювелирные изделия, платки и шарфы из шуцзинь. Она пригласила меня посетить ее магазин. Там у меня будет больше выбора. Из-за очень дорогой цены на шуцзинь в древнее время только члены семьи императоров могли носить одежду из шуцзинь. Императоры иногда могли подарить своим близким министрам маленький кусок шуцзинь. Во внутренней Монголии, Тибете и даже в России были найдены остатки шуцзинь, принадлежащие министрам, близким к императорам древнего Китая. Я думаю, что эта коллекция будет очень известна в Азии, в Европе. И я думаю, что вы очень известны в Китае. Я надеюсь, что вы в Азербайджане очень известны в Азербайджане. В итоге мы пришли к предварительной договоренности насчет моего первого заказа в Китае. Это будет покупка пуховиков в китайском стиле и ткани шуцзинь. Тут надо пояснить для тех, кто смотрит нас в соцсетях, что моя родина, Казахстан, расположена в глубине евроазиатского континента. Зима у нас на большей части страны суровая. Давным-давно наши предки для изготовления традиционной зимней одежды использовали шерсть и кожу животных. Теперь же казахстанцы предпочитают простые и надежные пуховики. Но к тому же все больше и больше отечественный потребитель осознает важность охраны и защиты животных. Как предприниматель я намерена использовать этот тренд для формирования нового стиля на казахстанском рынке пуховиков. На производство, да? Очень красивое место, мне очень нравится. И мне нравится, что Хэна действительно очень сильно любит свое дело. То есть она живет своим делом. И она создала для себя такие приятные условия для работы. и она наслаждается, да? То есть говорят же, делая свое любимое дело, и ты не будешь работать. Вот Хэна, пример того, пример такого человека, который не просто живет и работает с утра до вечера, да? Живет, чтобы там заработать деньги. Она реально кайфует от своего бизнеса, от своего дела. И создала еще себе такой красивый сад, где можно вот просто сидеть и музицировать, да? И создавать новые коллекции. Потому что ты там, в Китае, видишь, как люди трудятся, как люди создают бизнес, насколько они трудолюбивы. Я после Китая возвращаюсь, и у меня столько желания творить, что-то создавать, что-то делать. Я вообще мечтаю открыть свое производство в Китае. Это моя мечта. Если то, что я здесь создаю, то, что я здесь придумываю, буду создавать в Китае под моим присмотром. Я понимаю, что это все очень сложно, не зная языка, не зная людей. Поэтому для меня этот проект такая большая возможность, большой шанс попробовать. Посмотреть и взять образцы на заводе моей подруги Хуан Пин можно будет в полдень. У меня сейчас есть немного времени, и я с удовольствием соглашаюсь совершить прогулку по кварталу моды в городе Чинду. Это очень примечательное место. Особенно его любят посещать молодежь. Конечно, тут очень много китайских брендов, с которыми можно познакомиться вплотную. И кто знает, возможно, это мимолетное рандеву поможет не найти вдохновения для создания своих собственных шедевров. Честно говоря, у нас в стране, в небольших городках, не встречишь столько модно одетых людей. Пока нет и такого разнообразия товаров. Ну а здесь просто изобилие всего. Я очень рада, что есть свободная минутка на шопинг. Все женщины мира любят магазины. И я не исключение. Мы тем временем пришли в район Юаньян, Тайгули. Это новая достопримечательность Чинду. Юаньян, Тайгули, находится в центре города, недалеко от улицы Чиньсилу. Если вокруг этого района строились одни высотные здания, то дома внутри него имеют свой особенный вид. Кое-где первозданные. Здесь сохранились старые улицы и переулки, а также старинные здания, в которых можно встретить брендовые магазины. Меня зовут Динара. Какой ты? Привет, Динара. Я Сабрина. Сабрина. Спасибо за субъект. Скажите мне о вашем бренд. Это не мой бренд. Это очень известный. Юаньян. Юаньян является одним из олимпийских чемпионов. Я думаю, что это очень известный спорт, который для чиньих людей. Юаньян. Фирма «Китайский Ленин» использует имя и фамилию реального человека. И это очень правильный ход с точки зрения продвижения. Мой бренд одежды в Казахстане тоже связан с моим собственным именем и фамилией. Я использую две заглавные буквы «DS» или «Динара Саджан». При создании своей продукции дизайнеры бренда «Китайский Ленин» используют много элементов глобальной и национальной культуры Китая и кое-что из локальных образцов. Они выпустили уже несколько серий продукции для продаж в разных районах КНР. В результате такого подхода товары быстро нашли спрос среди молодежи. Интересный опыт. Думаю, что стоит к нему присмотреться и мне. Я хочу купить это для моего сына. Я знаю немного китайских иероглифов, как они пишутся, как звучат, имея представление о многогранной китайской культуре. Поэтому могу отметить, что сам процесс создания костюмов бренда «Китайский Ленин» это, наверное, уже ее неотъемлемая часть. А если взглянуть на нашу богатую и древнейшую кочевую культуру, то можно увидеть также большое поле для творчества. Разнообразие художественных элементов, используемых в национальной одежде, открывают поистине безграничные возможности для воплощения различных идей. Поэтому то, что делают наши коллеги из Китая, как они миксуют современные технологии и стиль с древней историей, меня, как дизайнера, вдохновляет. Хочется сделать нечто подобное на родине, создать такой же мощный бренд, который сочетал бы в себе и прошлое, и будущее. Спасибо! Спасибо! Нелегко встретиться! До следующего дня! До свидания! До свидания! До свидания! Ни хао! Ни хао, Ма! Ни хао! Окей, show me your showroom! Окей! Супер! У тебя есть много красивых культура! Очень красиво! Да! Посещая район Юаньян, Тайгули, мы также успели заглянуть в гости к молодому дизайнеру Цзэн Си Цзы. Ее имя с китайского можно перевести как «два килограмма». И родители отнюдь не шутили, когда называли так дочку. Вес девочки при рождении был как у Пушинки – два кило. Ни больше, ни меньше. Вот такой интересный момент в биографии есть у нашей новой подруги-дизайнера. И чем-то это, кстати, напомнило мне наши традиции – давать необычные имена новорожденным. Как только мы познакомились, я буквально с первого взгляда поняла, что наша Пушинка – это представитель молодежного супермодного движения. И все ее произведения только для таких же, как она. Когда я была маленькой, я любила надевать национальные костюмы, поэтому с детства я люблю носить Цзэпао. Когда я выросла, я начала проектировать костюмы, потом я создала свой бренд. Современные девушки Китая обычно выбирают для себя одежду, которая отличалась бы от одежды других. Они не хотят быть похожи на других. Это меню ресторана. На костюме написано название заведения «Сыдзинь Хо Го». Эти иероглифы, означающие красоту и ум, также говорят о цене на блюдо. Вот что интересно, да? Такой стиль нравится молодым людям. Девушки Чэнду тоже любят его. Для жителей провинции Сычуань блюдо Хо Го является повседневным. И при создании костюмов мы сочетаем элементы Хо Го и национального костюма Цзэпао. В результате получается очень модная и крутая одежда. Такие костюмы можно носить в повседневной жизни. Пока мы общались, я словила себя на мысли, что успех дизайнера Цзэн Си Цзэнь очень меня впечатляет, если не сказать больше. Вы только представьте, объемы продаж бренда достигают 3,5 миллионов американских долларов в год. Многие звезды Китая носят костюмы Цзэн Си Цзэн. Она постоянно улучшает дизайн с учетом популярности модели. Смотрит, как продается тот или иной образец, как на него реагируют покупатели. Для отдельных видов персон проектируются костюмы по персональным заказам. Все это меня безумно вдохновляет. Верно, общее количество подписчиков страницы нашего магазина в Тао Бао составляет 800 тысяч. Ежегодно мы проектируем 100 образов Цзэпао на разные темы. Возраст наших клиентов от 18 до 80 лет. Цзэпао является одним из самых крупных популярных костюмов в городе Чэнду. Если коснуться моего бренда, то я в основном демонстрирую свои дизайнерские работы в социальных сетях. Общее количество подписчиков моей страницы в Инстаграме уже достигло 700 тысяч. Опыт Цзэн Си Цзэн, безусловно, очень не пригодится для будущих проектов. Даже сейчас, если просто начать обмен мнениями с подписчиками моей страницы по поводу того или иного дизайна, то можно найти, если не идеал, то нечто такое, что будет весьма популярно у нас в стране. У нас была договоренность, что после ознакомления с деятельностью отдельных китайских брендов мы обязательно зайдем на завод Куанпин, где производят сычуанскую парчу. И вот мы здесь. Нас встречает директор господин Гоу Сяо. Вчера вечером мы только что отправили партию заказанных товаров в Италию и Францию. Мы сотрудничаем с 15 иностранными компаниями. Они из Германии, Франции, Италии и других стран. Мы теснее всего сотрудничаем с итальянскими и американскими компаниями. Я должен сказать, что нас очень подгоняют заказчики. Постоянно торопят. Мы вынуждены были организовать работу в две смены. То есть сейчас постоянно работают сразу несколько групп специалистов. Можете себе представить, да? Скажите мне, получается, что один портной делает только одну деталь. Так я понимаю, да? Хочу сделать заказ. Где моя самая любимая модель? Да, это моя самая любимая. Какой цвет у вас есть? Сколько времени вам нужно для выполнения этого заказа? Десять дней. Десять дней? Десять дней. И до декабря действительно могут проходить без рукава. Да, да. Потому что везде это хорошо. Спасибо. Очень приятно встретиться с вами. Увидимся через год. Я уверена, что в будущем у нас будет общий новый заказ. Окей, спасибо. Таким образом, на заводе Хуанпин я заказала 60 штук пуховиков из шуцзиня или сучанской парчи. Надеюсь, в будущем буду заказывать не 60, а 600 или даже 6000 штук. Надо расширять сотрудничество для бизнеса. Это выгодно. И самое главное, сделать акцент в будущем на продвижение моего бренда на китайский рынок. Вы знаете, я в прошлом году была на выставке в Чинду. Выставка креатива и дизайна. И была на выставке со своими вещами. И у меня один чемодан, который я привезла, просто выкупили. Потому что людям было интересно купить наши национальные вещи. Я думаю, что у нас есть огромный потенциал развития именно наших казахстанских дизайнеров, то есть индустрии казахстанских дизайнеров в Китае. Я каждый год стабильно езжу в Китай, щупаю рынок, пытаюсь понять, что нужно китайцам. Потому что, когда рядом с нами такой огромный сосед, у нас нет выхода к океану, у нас есть выход к Китаю. Я считаю, что это большая возможность. Мне очень понравилась сама идея выставки. Я знаю, что город Чинду по плану Китая – это город креатива, город дизайна. И мне это очень близко по духу, потому что я сама очень творческий человек. У меня очень много идей. Я хочу все их реализовывать. Поэтому я с удовольствием принимала участие в этой выставке. Но моя мечта – участвовать в кантонской выставке. Как школа, школа жизни, школа бизнеса. Мне нравится, что в Китае культура, политика, они как-то скомбинированы. Есть какая-то синергия культуры, политики, общества. Все служат одной цели. Есть одна идеология. Еще наверняка помните, я рассказывала про район свободной торговли Цинбайзян в городе Чинду, который мы посетили ранее. Директор Гоу Сяо сказал мне, что 60 штук заказанной мной пуховиков отправятся в Казахстан именно оттуда. Ну и подытоживая свой рассказ, я хочу отметить, что эта моя поездка дала мне очень много. Во-первых, я познакомилась с многими крутыми китайскими дизайнерами Цзэн Си Цзэйн. Во-вторых, достигла договоренности с руководством завода Хуан Пин о начале нашего сотрудничества. Чинду я попробовала известную во всем мире сычуанскую кухню и блюдо Хого. Здесь я также впервые увидела очаровательную большую панду. Много различных качественных товаров и действительно настоящие произведения искусства, костюмы и другую национальную одежду. Во многих мегаполисах Китая мне Чинду нравится больше даже, чем Шанхай, чем Гонконг и Чинсин. Не знаю, в Чинду какая-то особая атмосфера. Мне нравится, что здесь живет более 15 миллионов людей, но ты их не видишь, то есть нет такого столпотворения. Цель моей поездки была познакомиться с местными дизайнерами, увидеть производство, заключить контракты, найти себе бизнес-партнеров. Вообще моя мечта открыть здесь свое производство. Я была бы, наверное, миллионером просто, потому что у меня столько идей, но, к сожалению, у нас нет столько возможностей. То есть мы не производим сырье, а здесь есть абсолютно все для развития моего бизнеса. Вообще моя мечта иметь производство в Китае. И еще мне нравится, что в Чинду очень хороший бизнес-климат. Это чувствуется по торговле, это чувствуется по бизнесу. Если вы будете в Китае, обязательно посетите этот город Чинду. Я его выбрала не случайно. Я выбрала, потому что я знаю, что в Чинду меня ждут, и в Чинду у меня есть друзья, в Чинду у меня появились новые партнеры. И я думаю, что у нас даже будет какое-то совместное предприятие, совместная компания. И, возможно, в ближайшем будущем я все-таки открою здесь свое производство. Живо и чего? Не может. Год? Год. Туристов? Иностранных? Пекин тоже считают. То есть внутренние тоже считают все вместе. А сколько они зарабатывают на туризме? Иностранных и внутренних туристов вместе посчитать. Очень много. Включая разные ночные туристические программы. В завершение хотелось бы добавить несколько слов, но уже на другую тему. Риторически спрошу у вас, друзья, как мы живем с Китаем, как мы смотрим на него. Конечно, сейчас есть разные точки зрения, позитивные, негативные отзывы, но все же. Вот взять Иртыш. Это одна из самых мощных и полноводных рек в Казахстане. Она протекает через северную часть КНР, а значит, природа позаботилась о том, чтобы соединить нас. Мы соседи. Китайская пословица на этот счет гласит – близкие соседи лучше дальних родственников. Поэтому, когда я слышу об открытии новых железнодорожных маршрутов, соединяющих наши страны, активизации контактов по различным бизнес-направлениям, да и не только, то, конечно, делаю вывод – наши взаимоотношения развиваются. Казахстан и Китай становятся ближе. Мы начинаем лучше понимать друг друга. И очень хотелось бы, чтобы у нас было больше хороших поводов для общей радости. Всем пока. С вами была Динара Саджан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok